На неделе началась горячая пора у тех, кто сдает испытания. Проходит испытания. Четвероклассники пробуют свои силы при поступлении в гимназии. Ученики старших классов сдают выпускные экзамены. Ну а у студентов началась летняя сессия. Ну а мы на неделе решили проследить эволюцию главных помощников, школьников и студентов. Шпаргалки, как они изменились вместе с нами и технологиями. Как там было у Шурика? Профессор, конечно, лопух, но билет при нем. Алексей Волков продолжит. Программа недели ни в коем случае не призывает использовать шпаргалки и прочие способы списывания на экзаменах. Данный материал носит лишь развлекательный характер. Все, что вы увидите и услышите, пускать в ход не стоит, только если на свой страх и риск. И помните, лучше думать головой, чем играть с судьбой и преподавателем. Я на тебе, как на войне. Обязательная мысль каждого студента во время сессии. Сдают ее по-разному. Можно просто выучить, можно призвать высшие силы. Знания придите, знания придите. Но если уж это война, то на ней все способы хороши. Через тернии к звездам готов идти любой студент, лишь бы сдать экзамен. И тогда настает время шпаргалки. Они бывают совершенно разные. Это еще и дедовские бомбы. Конечно же, знаменитая гармошка. Особо отчаянные приносят с собой на экзамен конспекты. Но все это классика, хоть и вневременная. В эти дни стремящийся к знаниям все чаще использует умные часы на... Раз-два. На наушники. И, конечно же, любимец бога хитрости Локи и студентов мобильный телефон. Причем их должно быть обязательно два. Один отдается экзаменатору, а второй используется по прямому назначению. Без пяти минут шпионские гаджеты стали использовать всего несколько лет назад. Вот, к примеру, главное завоевание так обожаемых в нулевых технологий с приставкой нано. Нано-наушник. Его не заметит даже сокол, не говоря уже о преподавателе. Весь интернет завален предложениями. Покупка, аренда. Мы тоже решили позвонить и заручиться технологией 21 века. Не получилось. Полчаса звонков и... Несколько позже один из студентов, уже выпускник БГУ, а значит срывать покровы можно, рассказал, что к чему и как. Его сначала нужно взять в аренду, найти точку, где его можно взять. Потому что когда обычные экзамены и сессии, очередь была там за месяц. Здесь нужно было сказать, что вот мне нужно будет с такого по такое время наушники. Как балансировать над пропастью в Алжи, рассказал нам и айтишник Илья Лисун. Бумагу в техническом университете ради шпор давно не марают. Достаточно флешки, ноутбука и все готово в лучшем виде. Есть такая штука в любой операционной системе, как подключение к удаленному компьютеру. То есть мы берем через сеть интернет, подключаемся к любому компьютеру. Я подготовлю свой компьютер точно таким же, как компьютер в аудитории. Я поменяю, например, заставку. Я найду вот такую же заставку и поставлю ее у себя. Я поставлю себе вот такие же ярлыки, все программы. Нужно это для того, чтобы просто заготовочки все, которые у тебя есть на компьютере, использовать на экзамене. Ну и преподаватель за счет того, что точно такой же экран, не отличает, что у тебя находится. В общем, знание айти и никакого мошенничества. Однако техника может и подвести. Некоторые преподаватели глушат наушники, да и героем знаменитой мизансцены стать. Можно на раз-два. Значит так, за изобретение ставлю пять, а по предмету неуд. Поэтому мы обращаемся к тому, что называется классика. Обычные бумажные шпоры без проблем продаются во всех социальных сетях. И пользуются ими даже школьники. Стопка в кармане пиджака приятно греет сердце, даже если использовать их не планируешь. Но есть еще одна условность. На самом деле тут идет жесточайшая борьба за места. Особенно на последней консультации, когда решают, кто где сидит. Самые вакантные места для списывания, это, конечно, первый ряд, вторая, третья и четвертая парты. Крайне мере у нас в школе. Почему? Ну, потому что на первую парту обычно садятся те люди, которые не списывают. А вот за ними уже те, кто хочется, кому хочется списать. Списывание – это, можно сказать, целая культура, которая живет по принципу «не знаешь – не берись». Что у вас в руке? Ничего, месье. Покажите. Поверните. Спалиться на экзамене – это и боль, и слезы для любого учащегося. Но иногда выручает и знаменитая смекалка. Преподаватель подрывается, встает, бежит ко мне. Я в это время беру всю эту свою гарнитуру, засовываю, пытаюсь как можно глубже под рубашку, чтобы не было видно, имитирую, как будто мне плохо и задыхаю. Ну, она подходит, что такое, не переживайте, все хорошо. Ну, потом она пошла, села, но я спокойно уже понял, что, в принципе, бесполезно пытаться списать. Хитрый, ловкий, смелый и три главных прилагательных для того, кто решил переметнуться на темную сторону учебного процесса. Правда, всевидящее око преподавателя в 9 из 10 случаев все же настигает списывающего. Студенты-шпаргалка – это как бы такие же близнецы-братья. Умудряются девочки, как всегда, под юбочки что-то под коротенькие прикрепить даже к телу. Был комический случай, когда все было обмотано, оклеено, все ноги пришлось скотч ножницами разрезать, потому что я ждала, пока человек избавится от своих шпаргалок. Так как они не знают школьной программы, собственно говоря, что там в этом учебнике, в результате написали чуть ли не научные работы. И я, например, с интересом читала, потому что я читала дополнительную литературу. Так списывать или не списывать – почти гамлетовский по размаху вопрос, достойный экзамена по философии, где можно и подсмотреть, и подумать. А на неделе тяжелым моральным выбором озадачились Алексей Волков, Сергей Капустин, Тамер Малак и Роман Пастернак.